Алексей Адров встал на лыжи еще в 4 года. На какой-то период он даже откладывал их в сторону. Сейчас все его свободное от учебы в Рязанском строительном колледже время занимают тренировки на биатлонной трассе. Прошедшие соревнования в Смоленской области, на которых собрались лучшие спортсмены Центрального федерального округа, завершились для него победой в спринте. До этого в индивидуальной гонке он показал пятый результат с шестью промахами. Бежало более 40 спортсменов. В таком виде спорта случайностей не бывает, и явные лидеры выделяются от гонки к гонке. В составе команды Алексея был и его отец Виталий Адров, который всю свою жизнь неразрывно связан с лыжами. И он в спринте уже вышел, скажем так, более уверенным, наверное. Хотя, опять же, мы не ставили ему задач выигрывать. Однако с первых метров дистанции, еще до огневого рубежа, Алексей взял лидерство. Его вели тренеры, подсказывали, помогали. По одному промаху на первой и на второй стрельбе. За каждый из них по штрафному кругу в 150 метров. И все равно лидерство за Алексеем. Вышел на заключительный круг двухкилометровый. После второй стрельбы, стоя, он вышел с преимуществом порядка 8-10 секунд. Но на финише его преимущество оказалось над вторым соперником с 17,7 секунды. Это, скажем так, для дистанции в 6 километров. Это серьезное преимущество. Промахи на стрельбе для такого возраста это нормально. Но заметьте, какой у Алексея ход. И это неудивительно. Биатлоном он занимается последние два года. А лыжами уже давно. Профессионально. В прошлом году приехал на Лужнюю Россию. Вообще я изначально приехал бежать в ГТО. Потом в итоге уже все на ГТО стартанули. А я все, проспал старт и сказал, я лучше побегу в Лужнюю Россию. Ну, побежал пятерку, выиграл в Абсолюте. Чуть. Мне буран на лыжи чуть не наехал. Я его, то есть, догнал. То есть, Алексей может в прямом смысле слова догнать снегоход. На трассе машина была нужна для того, чтобы снимать спортсменов. В этом году Лужня России состоится 11 февраля и будет проходить как раз вблизи Рязанского биатлонного комплекса. Что же касается Алексея, то за первое место в спринте в Смоленске ему присвоили звание кандидата в мастера спорта по биатлону. Именно призовые места на прошедших соревнованиях давали возможность выполнить норматив, а не время, за которое спортсмен прошел дистанцию. Ведь погодные условия могут быть разные, поэтому в биатлоне оценка идет по факту занятых мест. Также победами в основном оцениваются заслуги великих спортсменов. Кумир Алексея Адрова Ули Айнар Бьерн Дайлен. Ули Айнар, он уже сколько выступает, ему уже довольно-таки много лет, и он наравне с лидерами бежит. Восьмикратный олимпийский чемпион, более 100 наград на этап Кубка мира. Остается пожелать Алексею дальнейших успехов, ведь он настроен на достижение больших высот, а Рязанскому региону еще большего развития биатлонного спорта.